Привет, Андрей и Lowepro Fastpack Pro 250 Anyweather 3 версия. Давайте посмотрим на этот рюкзак и что же туда можно уместить. Друзья, на моем канале преступно мало обзоров рюкзаков. Я решил это срочно исправлять и скоро здесь появится обзор самых разных интересных рюкзаков, потому что я вижу, что многие из вас покупают сейчас дорогую технику, крутые объективы, аксессуары, гаджеты, квадрокоптеры и так далее, и вы не знаете в чем их носить, покупаете себе какие-то странные рюкзаки, в которых, ну, не пойми как все организовано. Будем это дело исправлять и вот решил начать с новинки сезона Lowepro Fastpack Pro 250 Anyweather 3. Каждое из этих слов что-то обозначает, и мы сейчас с вами посмотрим, что именно. Значит, смотрите, у нас рюкзак с действительно быстрым, полным доступом к фототехнике. У нас рюкзак с возможностью хранить здесь ноутбук, а также с возможностью переносить здесь полноценный квадрокоптер-дрон, причем даже достаточно большой. К тому же здесь куча кармашков для всяких разных приспособлений, а еще, ну, он заботится о вашей спине. Я заказывал рюкзаки из Алиэкспресс, чтобы посмотреть, как оно все работает. И вы, кстати, на моем канале наверняка видели самое первое видео, да, которое я выпустил. Это обзор именно китайского рюкзака, я был им очень доволен, а потом в моей жизни появились нормальные полноценные рюкзаки. И с тех пор моя спина болит гораздо меньше, банально, из-за того, что собранные, собранные, сшиты. Они максимально качественны, и самое главное, с заботой о вашем здоровье, ну, как минимум, о вашей осанке и вашем позвоночнике. Смотрите, что у нас в рюкзаке самое главное. А самое главное, чтобы рюкзачок сидел. И здесь немало особенностей, которые помогут сохранить ваше здоровье надолго. Итак, первая главная особенность. Я всегда выбираю рюкзачок вот с такими удобными лямками, ну, или неудобными, но чтобы они были обязательно с поясным креплением. Какие бы классные не были вот эти вот лямки, какая бы классная не была спинка и так далее, поясное крепление позволяет распределить вес таким образом, чтобы все упиралось на ваши ноги. На фотографа ноги кормят. И здесь как раз это определение на 100% верно. Я когда одену рюкзак, вы увидите, насколько круто он, собственно, облегает мои Петра, и как уверенно он снимает вес с вашей спины. Более того, анатомичные лямки плотные достаточно, но мягкие с внутренней стороны позволят вам наслаждаться ношением этого рюкзака, и это не будет передавливать вам плечи, а наоборот будет распределять нагрузку по вашим... Я не знаю, как эта часть называется. По груди. Здесь есть мягкие вставки. Они призваны, во-первых, амортизировать рюкзак, то есть распределять вес по спине равномерно. Во-вторых, вот эти воздушные каналы позволяют воздуху хоть немного сзади циркулировать в жаркий день, чтобы вы не слишком сильно потели. И здесь есть вот такая вот лямочка, это уже не столько эргономика, чтобы вы рюкзак лишний раз могли снять, повесить, например, на свой чемодан. Кстати, лайфхак, в большинстве авиакомпаний этот рюкзак проходит как такая незаметная ручная кладь, то есть как предмет ручной клади, на который обычно не обращают внимания. Крайне мере, в Аэрофлоте я летаю с этим рюкзаком и с чемоданом, и при том, что у меня одно место ручной клади, никто мне и слова ни разу не сказал. Этот рюкзак у нас подразумевает то, что можно закрепить его на груди. Для этого перемещаются такие вот салазки с клипсой, которые позволяют дополнительно распределить вес по передней части вашей груди, что на самом деле очень круто и помогает дополнительно разгрузить вот этот отдел, то самое место, которое постоянно у фотографов напрягается, я бы сказал, оно постоянно перенапряжено. Дальше, друзья, дальше. Раздел для хранения ноутбука, я сразу его покажу, и мы на этом с вами закончим. Вот здесь вот, он отдельный, он у спины, он с обоих сторон достаточно мягкий, потому что вашему ноутбуку ничего особо не будет, не переживайте, 15-дюймовый, ну, практически 16-дюймовый MacBook замечательно хранится в этом отделении, ни разу никаких проблем у меня с ним не случалось, хотя я несколько недель походил с этим рюкзаком, и еще одна маленькая приятная особенность, это молния. Даже вот эта самая маленькая молния на рюкзаке ходит очень плавно, это так приятно. Я сравнивал с китайскими версиями, там просто противно открывать лишний раз рюкзак. Здесь с этим сложностей нет вообще никаких. Еще спереди есть кармашек, вот такой вот, в нем можно хранить, ну, например, маленькую камеру, очки или что-то еще, но очки лучше в нем не хранить, сейчас я ему покажу, только если в чехольчике в каком-то. Ну, в общем и целом, у меня вот здесь моя камера живет, чтобы я ее мог быстро достать, если что. Вот этот вот отдел, он уже побольше, и здесь можно хранить, ну, iPad здесь вряд ли, конечно, поместится, но всякие аксессуары, проводочки, Powerbank здесь можно носить запросто, и обратите внимание, что один из кармашков, он такой мягкий, приятный, это сделано неспроста. Дело в том, что телефоны, да, чтобы их экран, например, не царапался, вот мы его кладем к этой мягкой стороне, и вот он здесь живет. Рядом с ним можно поселить Powerbank, сюда накидать проводочков. Удобно, классно, здорово. У меня там подсказки, если что. Вот откуда я черпаю столько цифр. Когда некоторые обзоры рассказывают, и, друзья, опять же, такая приятная молния, еще Lowepro, знаете, делает что? Чтобы молния еще лучше ходила, она делает вот такие вот длинные висючки, которые очень удобно, собственно, молнию тянуть, и вот этот плавный ход, он доставляет просто удовольствие. Следующий раздел у нас, ну, как бы, понятное дело, что если вы фотограф, и вы куда-то собрались, рюкзак большой, в него, на самом деле, аж 25 литров умещается. Так вот, смотрите, что можно сделать. Всять с собой, понятное дело, дрон. И хранить дрон будет где? Потому что мы открываем рюкзак, и вот здесь вот у нас суперидеальное просто отделение для того, чтобы разместить там полноценно что-нибудь типа DJI Mavic 2 Pro с комбо-набором, или какой-нибудь мини, но я предпочитаю мини второй, и с кайфом гулять, отдыхать. Здесь есть чехольчик с Anyweather-чехлом, то есть вы можете полностью затянуть в чехол данный рюкзак, и не бояться непогоды снега, мокрого дождя, по побережью гулять в шторм, когда капли летят, ничего у вас не намокнет, хотя сам рюкзак тоже совершенно не мокнет. Я с ним попадал в мокрый снег, и без, собственно, вот этого вот чехла Anyweather, все было замечательно. Дальше, здесь есть несколько отделений, мне нравится отделение для ручек, очень удобно, если вы деловой человек. Также здесь есть отделение, ну, для документов, например, самое секьюрное отделение для документов, вот здесь на еще одной дополнительной молнии. В общем, никаких сложностей, проблем с тем, чтобы важное носить с собой. И такой вот у нас отдел для дрона. Я бы не сказал, что он супер безопасный, этот отдел. Про безопасность сейчас поговорю отдельно. Ну, данный рюкзак предназначен, конечно же, в первую очередь, для тех, кто перемещается на такси, для тех, кто перемещается на каршеринге, или на собственном автомобиле по городу, либо ходят в какие-то походы, где немного людей. В Санкт-Петербурге, в каком-нибудь или другом городе с метро, я бы с таким рюкзаком, конечно, не рискнул, особенно вот в верхнем отделении, что ли, полезное, да, носить. Вот так вот камеру свою. Я, конечно же, в московском метро носить не буду, и в новосибирском метро носить не буду, и не буду носить в Алматы, например, в метро. Не помню, где еще метро есть. Напишите, в каких городах, какие я забыл, еще есть метро. Окей. Прежде чем мы перейдем к основному отделу, я расскажу вот про эту сторону еще рюкзака. Дело в том, что здесь тоже много всего интересного. Во-первых, это кармашек для бутылки. Причем, смотрите, можно большую бутылку сюда взять, подвесить, прям поставить. Вот оп. И она здесь прям надежно сидит, никуда не денется. Или здесь можно носить большой объектив. Ну, не знаю, смотрите сами. Также здесь предусмотрено крепление дополнительное для штатива или монопода. То есть, вот такая вот петелька, она съемная, если что. Сюда, значит, в кармашек монопод ставите. Сюда, соответственно, крепите его дополнительно. Тоже все продумано, замечательно, здорово и классно. Дополнительно армированный вот этот карман. Он постоянно рвется, например, у флипсайдов. Соответственно, здесь решили немножко его усилить. Вполне возможно, это увеличит долговечность конструкции. Хочу сказать, что штатив, раз уж я начал говорить, можно крепить и снизу. И я предпочитаю делать это именно снизу по одной простой причине. Так развесовка лучше, то есть, у вас не кренит в одну сторону. Для позвоночника лучше. Вы штатив просто размещаете снизу равномерно. Он просто смещает центр тяжести вниз. А у вас и так рюкзак, собственно, висит на ногах, на поясе. Закреплен с помощью вот этих вот ушек. И вам кайфово. Но, смотрите, какая здесь есть особенность. Во-первых, ну, уже во-вторых, на самом деле, вы отправились в путешествие. Положили в самолет. Взяли, вернее, с собой вручную кладь этот рюкзак. Он проходит по всем нормативам, понятное дело. И положили его на полку. Он туда замечательно влезает, в самолете, в багажную. Как оттуда его снимать? Ну, за лямки тянуть некрасиво. Берем, вот за эту штуку тянем. Она специально здесь сделана, как такая дополнительная ручка, для того, чтобы вынимать с багажной полки ваш рюкзак замечательный. Отлично. Ну, чтобы не заблудиться, вот молнии, которые открывают быстрый кармашек. У него есть два положения. Для безопасности одну в другую продевать можно. Это сейчас поговорим. Значит, мы вот до сюда. Берем, открываем. Это для супербыстрого доступа. Раз, и у нас здесь, в этом отделении, 14 литров его объем. Оно полностью трансформируется. Тоже здесь липучки. Здесь липучки можно ставить. В комплекте их достаточно. Так вот, здесь мы можем расположить запросто беззеркалку или зеркалку полнокадровую, ну, вкроп уж точно. И 2-3 фикса, там, или зум-объектива небольших к нему, потому что высота достаточно большая. Ну, вот, возьмем, например, 28-75 классический объектив компании Tamron, который используется с большинством камер Sony на данный момент. Это просто стандарт. Дефакто для многих. Кто не пользуется, кстати, советую. В любом случае, вот он в рост здесь встает без всякого натяга, абсолютно ровно. То же самое можно сказать, например, если у кого-то кроп-камера Pro 17-70 Tamron, да, то есть тоже замечательно сюда влезает. Давайте я 70-300 покажу вам. Тоже в рост сюда вставляется, влезает, все закрывается без каких-либо проблем. То есть носить можно. Вот 70-180, а давайте проведем такой эксперимент. Уже совсем большой телевик, хотя что может быть больше, чем 70-300, да? Как-как сюда влезет? Нет, он тоже по высоте встает. Замечательно. И все, конструкция закрывается. Даже высокие телевики можно совершенно спокойно носить. А это такой немаленький объективчик, я бы вам сказал. Значит, если мы хотим полный доступ получить, нам надо открыть вот эту лямку. Одну. И дальше здесь полностью открываем, здесь почти полностью открываем. Все откидывается замечательно, здорово. Прежде чем я расскажу, ну давайте я вам полностью покажу, значит, соответственно, как выглядит внутренняя часть на данный момент у меня, как я все ношу. То есть, чтобы вы понимали, как выглядит мой объектив в данном кармашке. Место дофига. Здесь есть вот такой вот отдел для хранения карточек памяти. Их здесь две хранится. В принципе, хранятся они достаточно удобно. Единственное, эти кармашки непрозрачные. Hello, про. Почему вы сделали их непрозрачными? Раньше у вас периодически были прозрачные кармашки, и было понятно более или менее, какая там карточка, какую вы собираетесь достать. А сейчас, ну, просто вам повезет. Ох, 256 гигабайт, оп, 16, черт, не повезло. Что делать, если вы хотите себя максимально обезопасить? Ну, во-первых, друзья, первое, вы можете, вот здесь есть специальная цеплялка, но я вам покажу, вот она черненькая цеплялочка, и здесь есть такой язычок. Вы можете вот эту цеплялку продеть в этот язычок. Мы обезопасим рюкзак максимально. И у вас уже вероятность того, что рюкзак откроется, больше положенного, она уже минимально, соответственно, сильно вы открывать не будете. У вас уже вот ровно сюда только доступ к этой части, только к камере. Например, оптика не вывалится у вас по дороге, если вы быстро этот рюкзак открыли, а его можно скидывать с одного плеча и иметь доступ к вот этому вот отделению при боковом положении, когда рюкзак у вас висит на животе. Что, в принципе, удобно, если он не закреплен на поясе. Но, друзья, здесь есть возможность полностью обезопасить себя от всяких несознательных личностей, если вы все же оказались в метро с данным рюкзаком. Значит, что мы делаем? Мы вот эти две лямочки уводим в самый край, открываем последнюю вот эту вот защелку. Что здесь происходит? Происходит здесь следующее. Мы берем вот эти две лямочки, одну в другую продеваем. Это очень просто. Уже просто так их не откроешь. Нужно будет какое-то дополнительное мини-действие, что на ходу практически нереально. И дальше мы продеваем вот их в лямку. То есть мы продеваем их вот в эту лямочку. Дальше мы ее защелкиваем. Что у нас получается? У нас получается, что если злоумышленник хочет хоть как-то открыть ваш рюкзак, допустим, висит он у вас на спине. Вот у вас на спине висит рюкзак. Что нужно сделать для того, чтобы попасть в отделение, в самое дорогое с фототехникой? Ему надо, во-первых, открыть вот эту клипсу, которая не такая простая в открывании, она нетипичная. Окей, открыл, отщелкнул. Дальше надо как-то быстро снять с клипсы. Дальше их распутать желательно. Вот. Сюда отвезти его. Вот опять нифига не открывается. Здесь открыть клипсу. И только после этого рюкзак полностью откроется. Конечно, это не флипсайд с его сумасшедшей безопасностью, но тоже вполне себе неплохо. Теперь давайте я вам просто коротенько покажу, как рюкзак висит на спине, насколько он смотрится на спине небольшого мужчины, то есть на мне. Вот. Берем, одеваем. Простите за провода из кармана. Это рекордер, который пишет звук качественно. Итак. Вот я повесил рюкзак. Вот как он висит на спине. Он сейчас затянут достаточно на меня. На мой рост. И самое главное, что я делаю, в конце я натянул. Кстати, держит хорошо форму клипсы. Придумали в Lowepro, что-то сделали с ними, обновили. В принципе, я могу вот так его скинуть, и он у меня никуда не падает. Висит, держит форму. Если вы максимально хотите распределить вес, вы закрываете вот здесь. Не перетягивайте сильно. Можете внизу, да, например. Так, еще будет надежней. Вот. И можете совершенно уверенно ходить. Здесь натянута, здесь натянута. Кстати, вот сюда можно повесить там объективчики дополнительные и так далее. Да, то есть сумочки. Потому что вот это вот зацеп полноценный для всевозможных аксессуарных сумок от компании Lowepro, да, и от любой другой компании. Потому что места здесь достаточно много, чтобы что-то полезное, хорошее здесь закрепилось, друзья. Вот такой вот рюкзак. Удобный, видите, еще с мягкими такими вставочками здесь, чтобы ни в коем случае не передавливало. Получился у компании Lowepro. Это новинка этого сезона. Стоит он порядка 8-10 тысяч рублей. Вполне себе доступная модель для того, чтобы надежно защитить технику. Еще одна маленькая особенность. Он достаточно неплохо держит форму. Вот вы видите сейчас, что он у меня пустой по сути. Да, там есть ноутбук и пара карманов заполнены. Весом вы его, конечно, можете очень сильно утяжелить. Сам он по себе, кстати, 1 килограмм 450 грамм весит. Вот форму, особенно вот этот отдел, он держит очень-очень-очень хорошо. Сейчас там практически ничего нету. И его продавить практически нереально без техники. С техникой будет еще сложнее. То есть сверху носим дрон, внизу носим либо дрон, либо фототехнику. Для ноутбук места имеется. Распределение веса. Вот такое. Качество материалов прекрасное. Как же они приятные ездят, ребят. Вам просто надо это попробовать в магазине. Будет перед покупкой. Удобный, безопасный и достаточный рюкзак. Особенно, если вы не перемещаетесь на метро. Если вы перемещаетесь на метро, лучше посмотрите на флипсайт. Хотя вот эта вот штучка с вот этой клипсой просто гениальная идея по безопасности. Не смогут вам так быстро это все дело открыть. Запутаются. Это вам не рюкзаки с быстрым доступом, где я дернул. Мягкая моря сама открылась. Еще, если его намочить, в принципе, будет очень долго пропускать воду. Говорят, что если его выкинуть в реку, то он будет 30 минут плавать. Не проверял честно и вам не советую. Сама теоретическая возможность того, что он сразу не пойдет ко дну, если он не перегружен, конечно, кирпичами, это просто прекрасно. Если там есть воздуха какое-то достаточное количество, можно будет спасти технику, если вы снимаете на воде. Но, опять же, лучше до такого никогда, друзья, не доводить. Спасибо большое. До свидания.